Стопгейт Привет и добро пожаловать в обновление стратегии Стопгейт Групп. Меня зовут Антон Паули и я расскажу, как Стопгейт развивалась последние два года. Я рад поделиться моим долгосрочным взглядом на ключевые продукты, на которых мы планируем сосредоточиться в ближайшие годы. Основы нашего продукта и ценности, которые мы разделяем, остаются неизменными. Это мемы и среднее техническое исполнение. Что привело нас туда, где мы находимся сегодня. Сейчас у нас есть два потрясающих эпизода Стопгейт, первый и второй, которые имеют 573 положительных обзора в Steam. Я продолжаю оставаться голодным и амбициозным, ведь игра распространялась бесплатно. Поэтому, изучив опыт мастодонтов индустрии, я рад представить свою идею механика франшизы. Экосистема разных медиа, с помощью которых можно было бы дарить фанатов как можно дольше и разводить их на доллары, при правильном вкидывании контента. Итак, первый проект. Внимание на экран. Корниэль. Эпичное возвращение эльфийки, война имперской стаи, дружба, предубеждение, любовь и песик. Только на бумаге. Когда я задумывал этот проект, я решил так. Наша игра, по сути, интерактивное чтиво. И вот эта визуальная часть заставляла проблем и отвлекала от главного, от текста. Поэтому я решил отказаться от нее в угоду нового революционного формата – книги. Здесь между буквами и вашим воображением ничего не стоит. И вы сможете полностью погрузиться в мир Стопгейт. Да, проект вызвал у меня определенные сложности. Я готовилась, тренировалась, махала мечом, надевала тяжелетную кольчугу. Потом Антон сказал, что это книга и ничего этого не нужно было делать. Но зато хоть фотки прикольные остались. Как говорится, спин-оффов много не бывает. Поэтому перейдем сразу к следующему проекту. Да, настолки вернутся. И мы хотим залезть в эту многомиллионную аудиторию. Как вы знаете, один из важных твистов основной игры – это то, что Вася Гальберов не первый, а одиннадцатый. Возникает вопрос – где остальные десять? И кто они? В рамках этой настолки мы узнаем о первых попаданцах. И как бы не завершилась игра, она войдет в основной канон вселенной. Так что как она сложится, пока никому неизвестно. Хотя, конечно, рельса будет. Так как все предыдущие проекты – это долгая и сложная благотворительность, то следующая штука – это то, что будет нас кормить долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok. Я понимаю, что все хотели увидеть эпизод 3. Но это лучше, что может быть лучше Стопгейта на телефоне. Ну а там и до ремастера не так далеко. А теперь выдохнули? На этом еще не все. Ведь наша стратегия «Маховика» почти достигла пика. И чтобы привлечь неигровую аудиторию, мы задумали следующий проект специально для нее. Позвольте мне открыть вам маленький секрет. Вы уроды! Где вы, глупонь моя? Я не чувствую ваше тепло! Да, это будет сериал, где есть что-то для каждого. Надеюсь, я утолил ваш интерес о своих планах. Держите руку на пульсе, покупайте мерч и помните главный девиз успешной игровой студии. Делаем что угодно, кроме игр. Делаем что угодно, кроме игр. Делаем что угодно, кроме игр.